Слава Господу! Эта медсестра заботилась об умирающих. То есть вот те пациенты в госпитале, которым оставалось жить не более трех месяцев, Бронни Вер за ними ухаживала. С некоторыми она проводила вместе дни, с некоторыми недели. И много разговаривала. И вот эта медсестра после этого написала очень интересную книжку, где она отметила, что люди, осознавая, что им остается жить дни, максимум недели, находятся в очень чистом состоянии сознания. Она пишет там, что они все видят очень как бы ясно, как бы проникая за внешнюю оболочку, стремясь как бы разглядеть сам суть. И в этой книжке Бронни Вер написала о пяти основных вещах, о которых люди сожалеют перед смертью. Я, когда прочитал эту книгу, мне показалось очень интересным сегодня с вами поговорить об этих пяти вещах. И моя проповедь так и называется, да, можно показать. Пять сожалений перед смертью. И, конечно же, поскольку мы находимся в Доме Божьем, мы с вами посмотрим, а что же Священное Писание говорит об этих пяти вещах. Пять сожалений перед смертью. И самое первое сожаление. Я прочитаю выдержку из этой книжки. Вот что медсестра Бронни Вер пишет. Об этом люди жалеют чаще всего. Когда они понимают, что их жизнь вот-вот закончится и оглядываются назад, они видят, какое множество замыслов и мечтаний остались нереализованными. Большинство людей за свою жизнь не смогли реализовать даже половины своих замыслов. И только на смертном одре они понимали, что это стало результатом их собственного выбора. И самое распространенное сожаление, которое встретила вот эта медсестра, общаясь с умирающими пациентами, это человек жил не так, как хотел, а так, как хотели от него другие люди. То есть, когда ты не свои желания реализуешь, не свои планы, а планы и желания кого-то другого. И я хочу прочитать первую голову послания апостола Павла к Галатам, 10 стих. Первая глава послания к Галатам, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение?» Вопрошает апостол Павел. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». И видите, здесь апостол как бы противопоставляет волю Божью и волю людей. Он говорит очень часто, это разные вещи, вступающие в конфликт. И очень часто то, что навязывают нам люди, расходится с тем, что запланировал для нас Господь. И если для тебя мнение окружающих имеет большое значение, то ты рискуешь не исполнить то, что Бог приготовил для тебя. И может быть сейчас для тебя мнение окружающих людей кажется очень-очень важным. Но парадокс в том, что перед смертью люди чаще всего об этом сожалеют. Что они не делали то, что у них было внутри, а делали то, что им кто-то говорил со стороны. Вы знаете, в Новом Завете написано, что все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Там не сказано, что все посещающие церковь суть Сыны Божьей. Там не сказано, что все приходящие на воскресные богослужения суть Сыны Божьей. Все вводимые Духом Божьим. То есть Господь желает своим Духом вести каждого из нас. То есть у него есть планы, у него есть программы, у него есть цели. И возникает вопрос, а как же их узнать? Ну что Бог приготовил лично для меня? Что Он запланировал лично для меня? И вы знаете, это целая одна большая такая тема. Я лишь хочу вам показать, как чаще всего Господь ведет нас своим Духом. И вот об этом филиппийцам вторая глава. Филиппийцам вторая глава, тринадцатый стих. Где апостол Павел уже к другой церкви, адресуя свое послание, пишет следующие вещи. Филиппийцам 2, 13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Я вам прочитаю этот же стих по современному переводу российского библейского общества. Послушайте. «Ведь это сам Бог действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки для своих благих целей». Чаще всего Господь вкладывает в наше сердце свои желания, хотения, свои мечтания. Конечно, далеко не все мечтания от Бога, далеко не все желания или хотения от Бога. Помню, однажды у нас была такая ситуация, на одном из молодежных выездов был один брат. И как-то мы общались, и он сказал мне, Виктор говорит, знаешь, я скажу, знаешь, какая у меня мечта в жизни? И он сказал таким очень серьезным голосом, мне показалось, что он хочет со мной поделиться чем-то таким глубоким, сокровенным. И я говорю, и какая? И он говорит, у меня цель в жизни купить BMW X5 модель. Я вот почему-то это так запомнил, потому что он это так сказал, и он говорит, я буду работать, я буду, вот я хочу эту машину купить. Знаете, я не хочу, я не хочу как бы так вот возвыситься и говорить, вот там, типа надо о духовном мечтать, а не о BMW, не о машинах. Не о домах. Я все понимаю, что мы живем на земле, но поймите, у нас есть плоть со своими желаниями. И, вы знаете, несложно желание плоти, которое хочет поудобней, покомфортней, при этом с минимум затрат, наша плоть ленивая, да, и ее желание отличить от того, что Бог нам вкладывает в сердце, потому что все желания Бога, они так или иначе пропитаны любовью, потому что Бог есть любовь. А любовь – это прежде всего отдача, посвящение. Когда ты не о себе думаешь, как бы, на каком кожаном кресле будешь восседать, да, своей частью, но когда ты думаешь, а что ты можешь сделать так, чтобы, вот, ну, стало, как поет Борис Борисович, чтобы дать немного света, чтобы стало светлее, или, говоря словами на горной проповеди, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. И часто желание Бога расходится с нашими интересами. Но это желание Бога. И Бог вкладывает вот в наше сердце, в наше сердце свое, свои вот эти желания. И помимо этого у нас есть окружение – коллеги, знакомые, родственники. И вот это общество давит на нас, навязывая нам свои модели. Вот это медсестра говорит, мне даже кажется, что люди свободны только в младенчестве, говорит. А потом они входят в мир условностей, вот им навязывают, навязывают, навязывают. Вот это надо, вот это надо, вот это надо, вот это надо. И вот ты, как бы, всем должен, всем должен. Формируются наши вкусы. Я помню одну вещь, это было несколько лет назад. Я увидел одного проповедника, который, ну, известный такой проповедник. Вот. И он был в таких, не знаю, бордовых штанах. Вот. И я помню, когда увидел это, это было несколько лет, вот этого проповедника в бордовых штанах. Мне так как-то смешно показалось. Я думаю, ну, какой-то чудаковатый, думаю. Зачем бордовые штаны напялил, ну, как-то это, ну... Сразу вспоминается, знаете, вот советское время, эти красные революционные шаровары. Вот. И думаю, зачем именно это? А потом через некоторое время я вдруг стал наблюдать. Ой, так этих проповедников-то много, много, много. А потом мне сказали, пастор, так сейчас мода на бордовые штаны. И я так стал думать, так, а где бы мне бордовые штаны купить? Понимаешь, вот как бы ты смотришь и думаешь, ну, бордовые штаны, ну, что за нелепость? Эти бордовые штаны на сцене. Но потом, когда это оказалась мода, так оказалась тенденция, так, что я в черных до сих пор немодный тут такой стою. Надо бордовые где-то найти. И тут я поймал себя на мысли, как быстро я вещь из чудаковатой перенес в разряд нужный для меня. Внутри-то у меня было другое, но мне, к слову, со стороны пришло. Вот так вот, вот так вот красиво, сейчас так стильно, сейчас так модно. Я так посмотрел и так подумал, а неплохо. Мы очень часто думаем, что мы такие прям свободные, мы такие, мы такие независимые. Но мы очень часто зависимые, на нас это все влияет. И вот в этих мелочах, а что говорить о крупных вещах, да, когда люди нам навязывают свое, навязывают свои вещи, навязывают. Надо так, надо так, надо так. Как часто родители навязывают планы своим детям. Вот ты должен это достичь, это достичь, это достичь, это достичь. Ты скажешь, пастор, ну а как так? Что же мы должны их спрашивать? Дети-то ведь ничего не хотят, они хотят бегать и играть. Я, конечно, понимаю, есть лень, но поймите, есть, когда мы перегибаем палку. Вы же понимаете, что когда у нас, Бог нам стал даровать детей, дочерей, да, одна, вторая, третья дочка, то естественно, я думаю, все понимаете, что моя супруга из каждой пыталась сделать кого? А? Музыканта! Музыканта стала. Вот, и вы сами понимаете, что заниматься серьезной музыкой, это не все время, ой, такое желание у меня сильное, пойти в музыкальную школу, что-то сыграть такое. Нет, оно бывает поначалу только. А потом, когда ты начинаешь играть, тебе не все уходит, тебе начинают ругать, у тебя сразу желание пропадает. И поэтому, конечно, мы старались, чтобы нет, не пасуйте перед трудностями. Но знаете, но со временем мы часто замечаем, что вот, ну вот не ее это. Мы, конечно, можем продавить это все. У тебя ж типа получается? Давай мы продавим это все. Но тут я понял, что если мы продавим, то у них может вызвать музыка, ну, мягко говоря, ненависть. А, грубо говоря, отторжение на всю жизнь. Потому что кому-то дано, дано. И вот только вот наша третья Алиса, мы видим, она как серьезно так пошла в музыку и занимается музыкой. Хотя мы пытались всех в музыку. Ну, не мы, а жена пыталась всех в музыку. Потому что, ну, это же хорошо, это же помогает, это же нужно. И ученые говорят, что музыка, она так там, нейроны в мозге, в преформировании так все делают, что люди с музыкальным мышлением, они вот такие особенные. Но если вот у человека не идет, ну, можешь ты его тащить к этому пианино там, или к этой гитаре, или скрипке, сделать из него какого-нибудь поганини. Выйдет поганенок, он будет ненавидеть. Сколько я у нас в церкви встречал таких людей, которые говорили, музыку, пастор, ненавижу, меня все детство таскали, вот я не хотел там, хотел авиамоделированием заниматься, а у меня музыкой занимается. И что получается? И что получается? Вы понимаете, настолько вот эта тонкая грань, когда мы, желая часто добра, этими добрыми намерениями, дорогу в ад делаем. Потому что даже когда мы говорим о детях, это дети, да, наша семья, но пойми, они тоже дети Божьи, поймите. И у Бога есть для них точно такие же планы. И порой то, что Бог для них приготовил, оно может расходиться с тем, что ты для них планируешь. И знаете, очень часто я смотрю, когда вот в нашем обществе сейчас вот идут такие разговоры про эти группы-то подростков, детей, так или иначе связанных с самоубийством, там все эти синие киты и прочее, прочее. Главное противоядие от этих безумных групп и от этих людей, это иметь настоящий контакт со своим ребенком, иметь дружбу со своим ребенком. А это намного порой сложнее и важнее, чем просто там пытаться сделать из них вот того, кем, может быть, ты сам не стал, но ты хочешь, чтобы они такими стали. Но это ж ты не стал, это ж твои сожаления. Почему ты так убежден, что если это твои дети, у них и путь жизни, как у тебя, должен быть? Вот мы все сталевары, и ты, сынка, сталевар. Почему? И вот все время, начиная от родителей, люди вырастают, им начинает навязывать это общество. Кем лучше быть, кем лучше быть? Кем лучше стать? А потом, когда твоя смерть уже не за горами, и ты ее отчетливо видишь в приближении, больше всего люди сожалели именно об этом. Именно об этом. И, драгоценное, вот сегодня каждый из нас находится на определенном этапе своей жизни. Не дай никому, ни людям, ни бесам, ни дьяволу обворовать тебя. Я имею в виду не воровство в твоей квартире или имущество, какое-то там машина. Я имею в виду твое сердце. Это должно быть. Бог вкладывает. Нет ни одного человека, кому бы Бог не дает талантов, даров, призваний. Конечно, это бывает по-разному. Кому-то пять, кому-то один. Но у каждого есть. И люди порой говорят, да то, что у тебя есть эта ерунда, закопай это в землю, вот надо чем заниматься сейчас. И люди бросаются, тратят на это жизнь, а перед смертью больше всего сожалеют именно об этом. Поэтому, вы знаете, здесь немало религиозных манипуляций тоже, когда кто-то со стороны пытается навязать свою точку зрения. Некоторые проповедники пытаются всех сделать либо миссионерами, либо еще кем-то. У него это горит, и он считает, что нужно всем это дать. Хотя пасторы и проповедники должны направлять людей, чтобы люди лично узнавали, что Бог приготовил для них. Не свое им навязывать, а искать, чтобы ясность приходила. Что же от Бога в их сердце? Какие хотения? Какая воля? Это может быть в современном мире не модно, не популярно, но ты можешь заниматься самой модной профессией, быть несчастным. Потому что счастлив ты будешь только, когда ты будешь делать свое. Вот тогда не будет сожалений. Это первое. Второе, которое вытекает из этого, второе сожаление, оно звучит так. Жил только работой. Жил только работой. И вот, что медсестра Бронни пишет. Я слышала это практически от всех мужчин. То есть, если первое, жил не так, как хотела, как хотели тебя другие люди, это касалось всех, то вот это второе, оно прежде всего касалось мужчин. Практически все мужчины об этом говорили. Я слышала это практически от всех мужчин, за которыми ухаживала. Они сожалели о том, что пропустили юность своих детей и проводили недостаточно времени со своими супругами. Все мужчины, за которыми я ухаживала, искренне сожалели о том, что потратили большую часть жизни на работу. Я помню, один миллиардер из Англии как-то сказал такую вещь. Я не встречал ни одного человека, который перед смертью бы сожалел, что слишком мало часов провел в офисе. Что же Библия об этом говорит? Давайте откроем, наверное, лучше всех прочувствовавшие эту тему в Писании, Экклезиас, 2 глава. И вот Экклезиас, 2 глава, 9 стих, смотрите, что говорит проповедник. «И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было для меня долей от всех трудов моих. «И оглянулся я на все дела мои, которые делали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». И вот 22 стих. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорбь и его труды, беспокойство, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета». Вы знаете, к сожалению, модель жизни, ну не побоюсь сказать, большинства людей, прежде всего, конечно, мужчин, это очень простая схема. Дом, работа, работа, дом. Ну там можно там вот на 9 мая поехать, чашлыки пожарить, и потом снова дом, работа, работа, дом, дом, работа, работа, дом, дом, работа, работа, дом. Постоянно. Дом, работа. Всю жизнь работали. Всю жизнь работали. И бывает, всю жизнь работаешь, 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 работаешь. Приходит пенсия, концы с концами свести не можешь. По данным одного социологического исследования, только 20% людей перед смертью жалеют о том, что мало оставляют в этом мире материального. 80% людей жалеют о том, что они что-то не сделали, что было в их сердце, а делали, чтобы деньги зарабатывать. Скажешь пастору, а как быть такая жизнь сегодня? Вы знаете, мы на прошлой неделе встречались с молодежью, у нас было молодежное собрание, и мы смотрели один ролик парня с Таиланда, который рассказывал, как вначале он пытался работать, в университете учиться, жить как все ему говорили, что ты не так живешь. Пока однажды он не понял, что он чуть ли не большую часть своей жизни тратит просто на зарабатывание, на зарабатывание. Он вернулся опять в свою тайскую деревню, и говорит, я понял, что жизнь проста, а мы ее усложняем. И у большинства людей все идет на сложности жизни. Нам, опять-таки, это связано с первым пунктом, нам часто общество навязывает что-то, что нам нужно иметь. А чтобы это иметь, нам нужно работать, и работать, и работать. Там какие-то вещи, работать, 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 и работать. Вот уже там целая гонка, там новые выходят модели телевизоров, телефонов. Вот давай, давай. У тебя какая модель телефона? О, у тебя телефон айфон шестой, надо давно уже седьмой покупать. У тебя какой? Пятый айфон? Тем более быстрее покупай. Пока полгода не прошло, новый телефон не вышел, и тогда тебе уже нужно будет другой телефон покупать. И ничего, что я из моего телефона, вы знаете, я не знаю, 10% я возможности использую телефона, или нет. А вот надо, надо, надо. Потребление, век потребления. Ты на самом деле уверен, что так тебе эти все вещи нужны? Так нужны уже. Часто люди зарабатывают, зарабатывают, но есть определенные вещи, когда уже ты тратишь большие суммы, а толку от этого мало. Толку от этого мало. Люди пытаются поднять просто свой статус. Я вот куплю такую машину, а зачем это такая машина? Ну вот, это же очень дорого, и все. Езжай на этом, будь у тебя деньги, сможешь потратить как-то на дом, на семью. Ну это же статус. Так вот, медсестра Броня, она говорит, никто перед смертью не думает ни о статусе, ни о деньгах. Не думает об этих всех вещах. Я, когда к этой проповеди готовился, приготовил несколько фотографий богачей нашей страны. Но меня жена отговорила их показывать, говорит, давай не нарвайся, говорит. Но я хотел вам показать богачей, вот фотографии богатых людей нашей страны. И вот смотришь на них, и я хотел вам задать такой вопрос, что хотите такие места, что ли? Ну что, смотришь вот на их глаза, и видно несчастные люди как будто. Несчастные люди. Мне как-то вот, знаете, Бог пастора бывает направляет в такие места, что... Я иногда смотрю на это, диву даюсь. И как-то мне удалось некоторое время назад побывать в... Я пролетом был в Арабских Эмиратах, и меня пригласили в гости одна пара. И оказалось, что они очень богатые люди. То есть их состояние даже не миллионное. Очень богатые люди. Я подумал, мы приедем какая-то там вилла, а там просто был такой дворец. А вокруг дворца еще домики. Мы даже в дворце не были, мы в домиках там сидели. Вокруг. Вот. И мы сидим, и я вот смотрю на эту пару, он сам очень богатый сириец, и его жена из России, Сомска. Мы с ней разговаривали, я говорю, я посмотрел на эту дому и говорю, представляю, я говорю, какая для тебя это головная, я говорю, боль. Ведь тут же нужно нанимать там уборщиков, охранников. Потом людей, которые бы следили, чтобы уборщики не воровали, и охранники ничего не тырили. И людей, которые бы следили за теми, кто следят за этими людьми, чтобы те тоже там ничего не проворачивали, какие-то сделки, говорю. И здесь, говорю, столько всего, это же не дом, это же какая боль, боль головная. Она на меня так посмотрела и говорит, знаешь, ты первый, кто это сказал. Все восхищаются, только ты меня пожалел. Богатые тоже плачут. Скажешь, пастор, я понимаю, что деньги радость не приносят, но лучше я буду грустить с деньгами, чем без. А что грустить-то нам? Что грустить? Ну давай, работай, зарабатывай, как в Библии говорит, для дырявок кошелька, паши. Потому что здесь-то кажется очень важным, это очень важно, кажется, зарабатывать. А вот перед смертью это кажется вообще неважным. И люди жалеют, жалеют, что они так и не смогли делать то, что, может быть, не приносит великого дохода, но приносит им радость и удовлетворение, потому что они делают свое. свое, свое делают. Третье сожаление. Я вот не ожидал почему-то вот этого. Человек не выражал свои чувства. Медсестра Бро не так об этом пишет. Многие люди подавляли свои чувства, чтобы сохранить мир в отношениях с окружающими. В результате они вели довольно посредственное существование и так и не смогли стать теми, кем могли бы стать. У многих из них развились болезни, причинами которых стали испытываемые ими горечь и неудовлетворенность. То есть мы живем с вами в обществе, где, в принципе, все ходят в масках. И, конечно же, я не говорю, давайте сейчас срывайте маски, будем все при другом открыты. Нет, мы живем в таком мире, когда иногда необходимо держать дистанцию. Но беда, когда человек постоянно в маске. Эта маска настолько прирастает к его лицу, что он уже не настоящий. Как у нашего поэта знаменитые слова, я не знаю, как остальные. Не по-прошлому ностальгия, помните, да? Ностальгия по-настоящему. Он говорит, что вот ностальгия по-настоящему. Не по-прошлому, по-настоящему. Настоящие чувства, настоящие эмоции. Ты скажешь, пастор, но ведь не всегда настоящие чувства бывают позитивными. Да, но порой мы должны выражать, не зажимать все себе, не ходить вот с этими наигранными улыбками. Вот что об этом Слово Божие говорит. Притча, 27-я глава. Лучшее открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Я прочитаю опять по современному переводу вот эти два стиха. Пятый и шестой стих из 27-й главы притч. Откровенный обличитель лучшим молчащего друга. Любящий ранит от чистого сердца. Ненавидящий целует из лести. Медсестра Бруни говорит, что люди сожалеют, что не выражали эмоции. Кто-то сожалеет, что подавлял эмоции, чтобы не портить отношения. Он должен был сказать правду. Но как обо мне подумает? Мира не будет. Не буду говорить правду. И он оставляет это внутри себя, вот какие-то эмоции. Может быть, он и должен был бы возмутиться. А он не возмущается. Подавляет себе, улыбается наигранно, натяжно, искусственно. Потому что, может быть, в данный момент кажется выгоднее не показать себя настоящего. А вот перед смертью жалеешь об этом. И почему я был? Почему я был таким ненастоящим? Мы часто разучились проявлять эмоции. Про эмоции. А бы чего не вышло. Медсестра говорит, что огромное количество людей сожалели, что так и не сказали слова любви тем, кого на самом деле любили. А перед смертью жалели, что не сказали это. Ну как-то вот. И вот проявлять эмоции. Мы в прошлую субботу ходили с сыном в зоопарк. Четыре года вот ему исполнилось недавно. Мы остались вдвоем. Я говорю, поехали, сынок, в зоопарк. Поехали. И такая погода была какая-то. Там дождик. В общем, как-то мало людей было в зоопарке. Мало людей было в зоопарке. Мы там ходили. И помню, пришли к слону. И стоит слон. И вот качается хвостом. И Женя мне говорит, пап, а можно я буду кричать слону? Я говорю, зачем? Он говорит, он большой, он не услышит. Ему надо кричать. Я говорю, ты хочешь ему кричать? Говорит, да, пап, я хочу слону поорать. Я говорю, ну поори. И он такой, ааа, ааа, слон, слон. И так разорался. Я даже на телефон записал, потом жене показал. Он говорит, вы что, что вас там не выгнали из зоопарка? Нет, не выгнали. Потому что есть одна вещь, которую я-то не записал. Потому что потом он говорит, пап, а давай вместе поорем. Я говорю, давай поорем. И мы говорим, ааа, слон, ааа, слон. Там людей мало было. Они такие, а мы орем стоим. Ты скажешь, а что орете? А хочется. А хочется. А то, знаешь, поорешь слону. Вышел. На сердце тишина, мир, спокой. Проорался. Проорался. А если у тебя там, знаешь, хочется поорать слону. А тебе говорят, нельзя поорать слону. Ты что, тут что-то про тебя скажут, подумают. А не ори давай тут слону, ничего. А тебе хочется орать слону. И ты так и живешь с этого момента неудовлетворенной жизнью. Хотел, не поорал. Хотел сделать. Нет. Хотел признаться любви. Молчи. Хотел возмутиться. Потому что несправедливость же. Давай сиди. Найдутся помимо тебя, кто поумнее. И вот люди живут. И зажимают это в себе. Зажимают это. И гнев зажимает. И все зажимает. Потому что даже иногда гнев нужно проявить. Но постараться до захода солнца, Иисус говорил. Успокойся. Говорят, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть погневались, но обязательно помиритесь и уже потом спать. Не переноси на следующий день. Иногда нужно вот это проявлять в себе. А когда зажимают, когда вот детям, давай, не кричи, давай. И у них вот эта, знаете, вот эта энергия, она внутрь загоняется. Все, что не имеет правильного выхода, потом находит неправильный какой-то выход. Поэтому, знаете, мы должны максимально стремиться снимать маски. Ну, снимать маски, быть открытыми. Потому что когда мы привыкаем жить в этих масках, потом мы уже и с Богом в масках. И у нас есть свои маски. Потому что религиозные маски, это не просто маски каких-то зашоренных людей. Могут быть религиозные маски таких, вы знаешь, духовных людей, молитвенных людей, помазанных людей. Те же самые религиозные маски. Ты кого-то все время изображаешь. Кого-то играешь. Когда я в своей жизни стал переживать, знаете, наиболее, может быть, такие удивительные, это у меня после сорока лет, у меня, может быть, самые важные духовные встречи с Господом начались. После сорока лет. Так что если тебе нет сорока, терпи, брат. Вот. Придет. И вот, знаете, и одна из важнейших... И скажешь, пастор, а что происходило? Одна из важнейших вещей, которая происходила. Я вдруг понял, что я не могу до конца принять самого себя. Я понял, что я должен принять самого себя. Вот я такой. Вот такой. Мне всем нравлюсь. Ну, извините, а кто всем нравится? Ален Делон мне всем нравится. Чего уж мне про себя говорить. Ну да, я такой. Ты говоришь, а мне нравятся такие, ну. Я не буду теперь подстраиваться, изображать из себя кого-то там, вот кого-то там. Сколько есть там изображает Банихинов из себя, Кенетов, Хэгенов из себя, еще у кого-то там. Рейнхардов Бонки. Потому что себя не принимают. Тебе должно принять себя. Вот ты такой, со всеми эмоциями. Да, иногда вот так бывает, иногда вот так бывает. Скажи правду. Скажи, что думаешь. Ну, меня не так поймут. Ой, ой. Они обидятся. Ну, тогда лицемерь. Улыбайся и лицемерь. А потом перед смертью будешь жалеть об этом. Что не проявлял свои настоящие эмоции. Не проявлял, что было реально внутри тебя. И помимо всего этого, вот эта медсестра Бруни, она говорит, что и болезней много. Вот именно из-за того, что люди не проявляют свои настоящие чувства. Загоняют их внутрь себя. Скрывают их. Что является причиной очень многих болезней. Четвертое сожаление перед смертью. Я вам прочитаю цитату из этой книжки медсестры Бруни. Часто люди не осознавали истинную ценность старых друзей до тех пор, пока они не оказывались на смертном одре. Многие из них были настолько озабочены проблемами своей собственной жизни, что в какой-то момент переставали поддерживать отношения со своими друзьями. Умирающие люди часто испытывали глубокие сожаления о том, что не уделяли дружбе того внимания, которое она заслуживала. На смертном одре все испытывают тоску по своим друзьям. Согласитесь, что сейчас жизнь все больше и больше приобретает такой темп, такой интенсивный, что там для друзей просто-напросто нет места. Согласитесь? Потому что ты так устал, что еще вот друзья, это вот уже никак. И это самая почему-то вот первая жертва, когда у нас не хватает, мы выкидываем этих людей, выкидываем. У нас есть дела, у нас есть заботы, у нас вот есть там деньги зарабатывать, то, что мы до этого говорили. Много-много всего. Для друзей там нет места, ведь точнее есть на самом конце списка. В самом конце списка. Друзья, тут можно включить туда близких людей. Вы знаете, что интересно, когда вот читал вот эти вещи, я замечал, что состояние перед смертью, как она говорит, вот ясного понимания. Вот такие моменты бывают, приходят во время глубинных молитв, когда вдруг тебе приходит ясное понимание. И тебе даже непонятно в эти моменты, почему ты этого не видел раньше. И у меня сколько раз было, когда вот в моменты глубинных переживаний Бога молитв, я вдруг чувствую, вау, а вот этот человек, почему мы так долго не встречались, а этот, почему мы так давно не виделись, а этот, почему мы так давно не общались, а этот, почему только по работе и по работе, а столько у нас не было всего. А почему со служителями так давно не выезжали просто на природу, просто как вот мы раньше это делали, просто вот, не просто в офисе дела делать, а вот так вот это быть. А потом надо обязательно все отложить, почему мы одни конференции проводим, какие-то служения, мероприятия. А вот это, вот это общение, это как? И ты принимаешь в молитве решение, обязательно, обязательно надо. Потом это молитвенное состояние выходит, уходит. Помните, как вот Дух Божий отошел от Саула, и он стал другим человеком, да? И ты думаешь, так, дружба, это, конечно, хорошо, но не сейчас. И снова ты начинаешь вот во всем этом двигаться, да? И опять однажды, ба-бах, там, как же я так, вот как же, нельзя же так-то уж совсем-то, уж как? А потом опять дела-дела и забыл. И последний раз уже сожалеешь только перед смертью. Что об этом говорит Слово Божье? Смотрите, знаменитое место, 18-я глава книги «Притч». «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». 18-я глава, 25-й стих. Хочешь иметь друзей, сам должен быть дружелюбным. А дружелюбие, оно всегда чего-то стоит, правда же? «И бывает друг более привязанный, нежели брат». Я уже говорил, что перед смертью статус, деньги мало ценятся, а близкие люди очень дорого ценятся. Очень дорого ценятся. В послании к евреям апостол Павел пишет, 13-я глава, 16-й стих. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы угодны Богу». Вот смотрите, апостол называет жертвами две вещи – благотворение и общительность. Понятно, благотворение, то есть когда мы делаем добро другим людям, это что-то требует от нас – жертвы. Мы что-то отдаем, чем-то помогаем, мы жертвуем деньгами, временем, силами своими. А общительность. Так вот, общительность тоже называется жертвой. Я посмотрел здесь, в греческом языке слово стоит знаменитое – кайнонез. Кайнонез – греческое слово, которое переводится дословно – взаимоотношение, соучастие, общение, общительность. Почему сегодня дружба пропадает из жизни большинства людей? Почему это такое распространенное явление? Да потому что как раз это чего-то требует жертва. Но Писание говорит, что это стоящая жертва. Вот всю жизнь пропахать на предприятии там чего-то – это не стоящая жертва. Всю жизнь от гудка, от гудка, и дома приходишь, чтобы отсыпаться, и как в старом советском плакате «Скорее бы утро» и снова на работу. Вот это не стоящая жертва. Это опять-таки попытки тебе навязать чужое мнение, сделать тебя винтиком в механизме там. А вот общительность – это стоящая жертва. Стоящая. Потому что в конечном счете, драгоценные, все сводится к отношениям любви. Отношения и любовь – это главное, что человек осознает перед смертью. Отношения и любовь. То, что в обычной жизни, опять-таки, нам не до этого. Мы воспринимаем это как бонус. Как знаете, вот я помню, мы с Дианой удивились, когда в первый раз поехали в Корею. У них после основной еды сладкое нет никаких пироженок, мороженок, печенюшечек. Вот то, что ты любишь. Печеньки есть с кофе или с чаем. У них на сладкое всегда фрукты. Вот всегда фрукты. У них сладкое – это фрукты. Мы так еще удивились. Они говорят, да, для нас, потому что это же и вкусно, и полезно. А для нас это было странно, потому что мы все понимаем, что фрукты полезны. В школе учили. One apple a day, keep doctor away. Про яблочки, про всякие полезные фрукты учили, стишки, да? Но мы воспринимаем фрукты как что-то несерьезное. Это, конечно, полезно, но это как вот бонус. Не основная еда. Хотя все специалисты говорят, эта еда намного полезнее, чем то, что ты считаешь основной своей едой. Печенюшки все этих, булочки. Так вот, точно драгоценные, точно так же и здесь. Ну, дружба хорошо, как какой-то бонус. Ну, хорошо, что есть. Ну, нет, ну, извини, не получается. Хотя на самом-то деле это одна из основных вещей. Основных вещей. Я очень бы хотел, чтобы в действительности мы в церкви нашей, у нас были друзья. Чтобы это не просто были, знаете, такие служения, домашние группы, или как мы называли, там, ячейки, там, какие-то. Вот такие, вон, эти отделы по евангелизации мирового пространства. Друзья там должны быть, чтобы вам было радостно, чтобы вы были благословенны не просто что-то делать, а делать это вместе все. Не просто цель там достичь, а просто вот в вашем взаимоотношении. Я, собираясь с командой, говорю, конечно, у нас есть планы, у нас есть цели, как у команды служителей нашей церкви. Но когда порой ради цели мы рушим отношения друг с другом, связи друг с другом, когда мы друг на друга смотрим просто как на солдатов, которые маршируют в одну сторону, а не видим сердца, нет дружбы, зачем тогда это служение? Ведь помните, Иисус сказал, я уже не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Можем ли мы вот так порой сказать, а моя домашняя группа – это уже мои друзья? Это не просто люди, с которыми мы делаем общее дело. Друзья. А мое служение – это мои друзья. Скажешь, пастор, мы там так устаем, что нам уж не до дружбы. Ну и пожалеешь потом. Пожалеешь. И последнее, пятое сожаление перед смертью, о которых пишет медсестра австралийская Бронни Вэр, не позволил себе быть счастливым. Я поясню, что она имеет в виду. Вот цитата из ее книги. Удивительно, но умирающие довольно часто сожалеют об этом. Многие из них до самого конца не понимали, что счастье – это вопрос выбора. В глубине души им очень хотелось искренне рассмеяться, вернуть в свою жизнь непосредственность. Поймите, у нас часто неправильное понимание о счастье. Мы думаем, что счастье – это какие-то вот удивительные обстоятельства, в которых мы однажды оказались, где все просто так хорошо, так прекрасно, так идеально, что ты в них вот оказался и счастлив. А пока я в них не оказался, извините, я счастливым быть не могу. Я буду счастливым, если вот решим квартирный вопрос, вот там с детей устроим, там вот это. Вот это все сделаем, тогда буду счастлив. А пока не могу. Пока, извините, занят. Но мы никогда не достигнем никаких идеальных условий ни в своей жизни, ни в своей карьере, ни в своей семье. Потому что она вот четко подметила, счастье – это вопрос выбора, это не вопрос удачи. Выбора. И об этом пишет апостол Павел, смотрите, в послании к филиппийцам, знаменитая четвертая голова, четвертый стих. Филиппийцам 4.4, смотрите. Апостол Павел коротко, конкретно, провозглашает. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Напоминаю вам, что послание к филиппийцам он написал не из дворца в Арабских Эмиратах. Послание к филиппийцам он написал, находясь в тюрьме. Условия, в которых находился апостол, были ужасающие. Порой там было так затапливало камеры тюремные, что заключенные находились чуть ли не по пояс в воде. Ужасные условия. И апостол Павел, конечно, мог думать, конечно, я хотел бы быть радостным, счастливым. Но вот выйду из тюрьмы, возрадуюсь. А пока, извините, не могу. Так вот, апостол Павел радовался, находясь там, в темнице. Огромное количество людей перед смертью сожалело, что они мало смеялись, мало орадовались, мало просто веселились. Я вот иногда замечаю, что некоторые люди удивлены, бывает, общаемся. И я часто веду себя просто, начинаю что-то шутить, смеяться. И они смотрят и думают, как же пастор, он же должен просто вот каждый раз какие-то пророчества говорить, что-то очень высокодуховное. А он какие-то шутки-прибудки смеется. Если бы вы знали, как дорого мне это далось, когда поняли, что просто вот в простой радости, в простом смехе, в этом счастье. Взять вот руку жены и просто посмеяться, детей. Вчера там супруга моя весь день занята была, и мы по служению хоровому, конечно. Или не по хоровому, не знаю. Вот мы с Женей весь день пробыли, с сыном весь день дома, да? Просто радовались. Вы знаете, вот на меня так благотворно влияют такие дни с сыном, потому что я вдруг понимаю, не буду как ребенок, не выйду в Старство Небесное. Просто радоваться вертолету, просто вот там играть с теми этими машинами, просто устраивать аварии, просто собирать рельсы для паровозика, и просто смеяться. И такое и счастье, когда ты можешь просто радоваться, просто смеяться. Сразу вспоминаются знаменитые слова Козьмы Пруткова. «Хочешь быть счастливым? Будь им». Поймите, это внутри. Это отношение. Еще раз повторяю, неудача, не особые обстоятельства, не великие какие-то бонусы с небес. Это отношение наше. Отношение. Я порой замечаю, что у меня есть все для радости. Я вот, вы знаете, вот очень редко бывает, когда вот ты находишься в состоянии, когда все ужасно. Вот вы сейчас находитесь, у кого-нибудь из вас сейчас ногу кто-нибудь отпиливает, это неприятно, согласитесь, кто-то у тебя отпиливает ногу, или руку, или не дай Бог голову. Неприятно. Вот если тебе отпиливают ногу, ты же скажешь, пастор, мне сейчас плохо в данный момент. Вот, я скажу, согласен. Для тебя это сейчас не подходит. Но это бывает, когда у нас ногу или руку отпиливают, это бывает очень редко. Вот у меня ни разу еще не было за 45 лет. Однако нам плохо бывает намного чаще, хотя вроде бы все хорошо, а мы начинаем о чем-то думать, о чем-то вспоминать. Мы начинаем думать о чем-то в будущем, что нам предстоит. Там лето, и у кого-то там экзамены, и прочее, прочее. И тебе плохо, что просто ужасно. И поэтому, на самом деле, тебе хорошо, но ты выбрал жить в несчастье, ты выбрал жить в заботах. То есть для тебя, что может быть когда-то, или что когда-либо было, важнее, чем то, что ты переживаешь сейчас. А ведь сейчас драгоценный, ну, почти что все мы, мы можем радоваться вот сейчас и быть счастливыми, и быть счастливыми. Я когда это осознаю, у меня бывают дома такие состояния, я начинаю смеяться, и смеюсь, и смеюсь, и очень долго. Моя жена говорит, у тебя так психологический стресс выходит, но я считаю, что это радость, Господи. Просто смеешься и сидишь. И когда человек все время смеется, он такой странный, а что ты смеешься, что ты смеешься. Потому что смех без причины признак познания Бога. Говорит русская мудренность. Потому что когда причина есть, скажешь, а мне нравится смех с причиной, ну, это мои соболезнования. Потому что сегодня причина есть, а завтра причины нет. И что? А без причины можешь каждый день смеяться и радоваться. и веселиться. Это отношение, это взгляд. Взгляд. Когда мы думаем, вот если бы у меня это было, это... Вы знаете, сколько я раз видел ситуации, человек едет в трамвай, счастливый, а другой едет в Мерседесе, грустный, злой, в депрессии. И в конце я когда прочитал все это, я понял, что когда люди осознают свою скорую смерть, конкретно вот эта медсестра Бронни Вера, она работала с пациентами, которым не более трех месяцев жить оставалось. Вот когда они осознают скорую смерть, они по-другому расставляют приоритеты и ценности. Даже самые прагматичные по жизни начинают задумываться о любви, о душе, о вере, о полноценной жизни. И, конечно же, думаешь, вот осталось не больше трех месяцев, задумываешься, меняешь приоритеты. А три года осталось, а 30 лет осталось. Ну, тут можно не задумываться. 30 лет что задумываться-то? Успеем подумать. Надо работать, зарабатывать. Жизнь такая сейчас сложная, непростая. Я, когда эту книжку закончил читать, отложил ее, сижу и думаю, вчера вечером как раз, а если бы сегодняшний день стал последним в моей жизни, о чем бы я сожалел больше всего? Я для себя нашел несколько вещей, с которыми я хочу в дальнейшем поработать, чтобы их изменить. И вам я их не расскажу. Я просто хочу, чтобы ты тоже себя спросил, А если бы этот день, эта неделя, этот месяц оказались последними в моей жизни, я бы продолжал так жить, как бы я жил, и о чем бы я, может быть, сожалел. И не стоит ли мне сейчас, когда еще ни один день мне осталось жить, ни один месяц, вот сейчас, не дожидаться часа, когда я уже окажусь на краю этой земной жизни, а вот сейчас убрать все то, о чем я в дальнейшем пожалею. Чтобы, как написал известный советский классик, не было мучительно, больно, безобесцельно проза в житые годы. Чтобы не было, как кто-то пошутил, это на кладбище надо писать, прожил 50 лет, жил месяц. Чтобы мы не просто проживали, а по-настоящему жили. Жили. Жили, исходя из тех желаний, мечтаний, которые Бог, хотений, которые Бог вкладывает в наше сердце, не ориентируясь на то, что нам там окружающие пытаются навязать. Не сводя всю свою жизнь только к работе, к работе, к работе, к работе, к работе. Не боясь проявлять свои эмоции. Даже, может быть, не очень хорошие. Иногда нужно проявлять. Это один из секретов семейного счастья, когда супруги не боятся показать друг другу даже негативные свои эмоции. и умеют помогать друг другу. Потому что, а как не с близкими, может быть, получить исцеление, принося жертву общительности, дружбы, которая вот в повседневности, кажется, подождет. А перед смертью жалеешь, что откладывал. Ну и, конечно, позволить себе быть счастливым. Ты просто разреши. Просто разреши. Просто вот скажи себе, я, если апостол Павел радовался в Господе, находясь в тюрьме, и еще раз радовался, то я, поскольку, слава Господу, я не в тюрьме, а в Божьей церкви, буду радоваться и еще раз радоваться и еще сто раз радоваться. Просто разреши. Мы иногда себя наказываем. У нас есть вот такой, кто нас осуждает. О, ты такой, такой уж, не тебе радоваться. Всякие юмористы бывают, которые начинают хорошее настроение у пуделей и у идиотов. А не только. Не только. У детей Божьих хорошее настроение и смеют без причины. Скажи, а как, а кому не радоваться, как нам? Кому, как не нам радоваться-то? Просто разреши, ты можешь быть счастливым. Это не заслуга. Тебе не нужно заслуживать быть радостным. Это просто великая Божья благодать. Пастор, у меня такой трудный жизненный путь. Слава Богу за твой опыт. Но пускай твой опыт даже трудный не заградит радость от тебя. Просто радуйся. Пастор, как мы можем радоваться? А что в мире-то творится? Ну да, творится. Но за то, что ты будешь хоть сеть хмурый, что изменится-то, а? А у нас в стране что происходит, пастор? Ну, тяжело. Все мы читаем новости, все порой тяжело, но поймите, стать заложником средства массовой информации, чтобы твое настроение не от тебя шло, а вот как тебе накачают там? Зачем? Зачем? Вот христиан, которые часто смотрят телевизор, сразу видно. Вы боевые. Боевые такие, ребята. Я вам скажу слово от Господа. Кончай смотреть телевизор. Просто давай заканчивай. Выключай. Благослови в детский класс телевизор свой, чтобы там дети смотрели мультики христианские. Зачем? Зачем? У тебя одна жизнь, ты тратишь на какие-то игры политиков, где они, по-моему, сами не понимают, чем занимаются. И мы никогда не поймем. Живи полноценно. Живи с радостью. И неси вот то добро, тепло, любовь и свет вот тем людям, которые вокруг тебя, твоей семье, близким, друзьям, домашней группе, церкви, городу своему. Тогда ты не будешь сожалеть перед смертью о прожитых годах. И все это скажет. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok